Итак, для того, чтобы пропитать Евангелием города, большие и малые, нужны новые церкви. Приведу пример. На протяжении многих лет представители Христианского Миссионерского Союза трудились в Гвинеи в Западной Африке. Долгое время они занимались благовестием, многие люди в результате этого обращались ко Христу, однако церкви почему-то не росли. Их численность оставалась неизменной. Тогда было принято решение, организовывать церкви в непосредственной близости от местных населенных пунктов и, естественно, формировать служителей из числа местных жителей. Образованных рукоположенных пасторов, которые бы занялись основанием таких поселковых церквей, не хватало. Поэтому расчет был таков. Во-первых, требовалось понимание перспективы и желание основывать новые церкви в небольших поселках. И, во-вторых, надо было подготовить для этих общин лидерский состав. С этой целью была разработана соответствующая программа подготовки. И вот посмотрите, что в итоге получилось. С 88-го по примерно 91-й год количество церквей оставалось практически неизменным. В 92-м году начался проект по организации новых общин, и в результате их численность стала возрастать. Равно как и увеличилось количество местных пасторов, вновь образованных церквей. В церкви стали приходить люди. То есть увеличилось не только количество церквей, но и количество прихожан, причем практически вдвое. И все благодаря тому, что церкви начали основывать в небольших поселках и деревушках, и позаботились о том, чтобы в них было все для нормального развития. Таким образом, если в том или ином регионе мы хотим видеть больше верующих, необходимо создавать там больше церквей. Необходимо это еще и для долгосрочного роста и ученичества. Прекрасным подтверждением этому как раз-таки служит гвинейский опыт. Нередко люди решаются следовать за Христом, но вот должного ученичества, обучения, помощи в первоначальном духовном становлении мы им предложить не можем. Новые церкви в этом более продуктивны. Современные исследования показывают, что если новообращенные не приобщились ни к какой церкви, от 50 до 80% из них снова уходят в мир. То есть, допустим, человек побывал на евангелизационном мероприятии и там покаялся. Так вот, если он не присоединился ни к какой общине, вероятность того, что этот человек вернется к прежнему образу жизни и мировоззрению, очень велика. Поместные церкви — это общины, коллективы, где есть все необходимые условия для дальнейшего духовного роста новообращенного. Это место, где он может найти поддержку. Нередко из-за своей веры человек теряет расположение родных и близких, а иногда даже встречает сопротивление. Бывает, что новообращенному христианину приходится рвать отношения с друзьями, которые исповедуют совершенно иные ценности. Вот почему община единоверцев крайне необходима. Она должна стать для человека источником помощи и поддержки, а иногда и новой семьей. Все эти функции — церковь, если она есть и должна выполнять. А новые церкви принимают свой круг новых людей с особой теплотой и легкостью. В церквях с более продолжительной историей между людьми уже сформировались прочные дружеские, а иногда и родственные связи. Все всем кем-то приходится. Знакомая картина, да? Вот этот брат женат на двоюродной сестре этого брата, а это ее дядя, а это пресс-витер вот этой церкви, и так далее. В итоге все друг другу хорошо знакомы. Теперь представьте, что в такую церковь приходит новый человек, и что он видит? Одну большую семью, принадлежность которой ощутить крайне трудно. В новой же церкви ситуация иная. Там все новички. Поэтому и влиться в такую общину куда легче и естественнее. Человек приходит и тут же включается в процесс выстраивания отношений, которые в дальнейшем станут фундаментом для совместного роста во Христе всех членов церкви. Таким образом, новые церкви необходимы для долгосрочного роста и ученичества. Следующий довод звучит так. Новые церкви подталкивают уже существующие общины к более активному благовестию. И здесь страхи, связанные с возможным соперничеством, оправдываются. Правда, идет оно исключительно на пользу. Приведу несколько конкретных примеров. Вспоминаются два немецких города, куда мы приехали, чтобы основывать там новые церкви. Местные евангельские общины восторга по этому поводу не испытали, но в целом приняли нас неплохо. Однако, как только мы решили предпринять определенный подход к благовестию, они тут же выразили свой скепсис. Да пробовали мы все это без толку. И все-таки мы решили попытаться. А в результате попытка оказалась успешной, и многие люди обратились ко Христу. Подход, о котором идет речь, палаточная евангелизация. Это когда устанавливается палатка на 200-300 человек, и в ней ежедневно организуются какие-то мероприятия. В Германии такие палатки, как правило, ставят на площади, где обычно проходят городские праздники. Понятно, что первая мысль у местных жителей не о евангелизации, а о пивном фестивале, общенародном празднике. К нам заглядывали, узнавали о Христе и каялись. Причем многие. А ведь местные христиане твердили, что все это уже было, и у нас вряд ли что-то получится. Так в одном городе нас прямо-таки уверяли, что проводили нечто подобное 5-6 лет назад, и ожидание это не оправдало. Но мы попробовали, и все получилось. Хм, задумались братья. Может, и нам попытаться еще разок. И они последовали нашему примеру. Вот так мы помогли друг другу. Они нам в нашей евангелизации, а мы им в их. Объединенные усилия и как результат больше новообращенных. Но были и те, кого это удручало. Как же так? Вам удалось достучаться до тех, до кого мы достучаться не сумели. Одну уже немолодую церковь в городе, вполне себе живую и функциональную, поразило, что люди из мира активно откликаются на наш призыв обратиться ко Христу. Тогда они пригласили нас на обед, чтобы познакомиться и перенять наш опыт евангелизации. Вот и получается, что новые церкви нередко проявляют больше творчества в служении. Появляясь в городе, они подталкивают уже существующие общины к более активному благовестию. И те, к слову, готовы учиться у новичков. Таков своего рода дополнительный плюс возникновения новых общин там, где уже есть другие церкви. Следующий пункт. Новые церкви заставляют привлечь к служению больше людей. Происходит это, как правило, тогда, когда новую церковь организует миссионерская группа одной из уже существующих общин. Причем, чаще всего, в эту группу входят наиболее активные и творческие члены церкви. Так, например, было в Антиохийской церкви. Святой Дух отделил Павла и Варнаву. Вспомните, Варнава отправился туда и наставлял антиохийских христиан, и ободрял их, и познакомил их с Иерусалимской церковью. Павел же был превосходным учителем, и так в Антиохию отправились лучшие учителя. Следуя этому примеру, для основания новой церкви современные общины должны посылать своих лучших людей. Но что из этого следует? А из этого следует, что сама община-основатель потеряла несколько одаренных служителей. И что же делать? Готовить на их место новых людей. В новой общине дело есть для всех. Трудиться будут все. Просто приходить и наслаждаться богослужением не получится. Вот как создавалась церковь на севере Мюнхена. Дочерняя церковь. Материнская выступала евангельская община численностью около 300 человек. Для основания новой церкви была сформирована команда из 30 человек. В нее входили два пианиста с консерваторским образованием, которые отвечали за музыкальное служение. Два дьякона, пресвитер и театральная пантомимическая группа. В общем, материнская церковь лишилась многих из своих талантов. И что ей было делать? Готовить новых дьяконов, пресвитеров и музыкантов. В большой церкви, знаете, как часто рассуждают людей? У нас много, поэтому кто-нибудь обязательно найдется, мне в этом участвовать не обязательно. Но с организацией новой церкви в материнской появляется потребность в новых служителях. А новая община? А в ней, скажем, всего 30 христиан и уйма работы. Служение находится для каждого. Если в большой церкви человек может счесть себя не вполне подходящим для того или иного проекта, то в новой ситуации такая. Или мы, или никто. Поэтому за работу принимаются все и вдруг обнаруживают свою одаренность. Понимают, что справляются. А если им еще помочь и подсказать, то справляются на отлично. Таким образом, к служению нередко привлекаются те, кто в большой общине предпочитает быть обычным посетителем и стоять в стороне по причине своей якобы посредственности. Итак, инициатива по основанию дочерней церкви заставляет членов обеих общин проявлять большую активность в служении и развивать свои духовные дары. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com И, наконец, основание новых церквей — это ключ к социальным переменам. Что я под этим подразумеваю? Часто мы говорим, что служить Богу, служа людям, значит быть солью и светом. Проповедовать Евангелие и призывать людей к покаянию недостаточно. Надо видимым образом отражать Христа, надо менять мир к лучшему. В чем это может проявляться? Допустим, в борьбе с торговлей людьми или, скажем, проституцией. В борьбе с бедностью или же несправедливостью в оплате труда. Мы должны стремиться к воплощению в жизни общества Божьих стандартов. Должны проявлять сострадание. И новая церковь способна сыграть в этом ключевую роль. Почему? Не только потому, что в обществе станет больше христиан, но еще более потому, что изменится сама жизнь, ибо хождение в Боге всегда несет с собой преображение. И в этом смысле христианская община способна оказывать на ту социальную среду, в которой она находится, серьезное влияние. Понятно, что в чем-то общецерковное служение будет более эффективным, чем служение отдельно христиан. Но суть в том, что новые церкви это светильники, способные озарить все вокруг Христовым светом и в своей любви и сострадании многое изменить. У них больше энтузиазма помочь алкоголику победить зависимость, оказать ему необходимую поддержку, прийти на помощь к нуждающимся. Новые церкви гораздо более чутки к нуждам окружающих людей, гораздо более способны проявлять веру в действии. Вот почему основание церкви я вижу ключом к социальным переменам. В мире существует немало программ по борьбе с нищетой, но покуда сердец не коснулся Христос, плоды наших усилий будут ограничены. Церковь это сообщество людей, преображенных Божьей благодатью. Вот с этого и начинается преображение общества. В результате исследований в отношении церковного роста было введено понятие социального подъема. Обращение в христианство положительно влияет на образ жизни самого новообращенного и, соответственно, последующих поколений. Давайте представим семью, в которой отец увлекается алкоголем или азартными играми, часто отсутствует дома, и времени семье не уделяет. Более того, тратит на свои пристрастия семейный бюджет, закатывает вечеринки и все в таком роде. Нездоровая ситуация, не так ли? А теперь представьте, что этот человек пришел к Богу. Он начинает проводить время с семьей, прекращает пускать деньги на ветер, начинает покупать более качественные продукты питания, озабочивается образованием своих детей, в результате чего их обреченность на нищету и рабский труд сменяется реальной перспективой улучшения успеваемости в школе и получения нормального образования, как минимум средне-специального, а, возможно, даже и высшего, или как вариант овладения каким-то ремеслом. Так ребенок выбирается из нищеты, и примеров тому великое множество. Становясь христианами, люди начинают заботиться о своих детях, вкладывать что-то в собственную семью, преображать общество. В итоге уровень бедности снижается благодаря новым христианским ценностям. Такое явление часто называют социальным подъемом. Происходит он не сразу, а через поколение, а то и два. Но, тем не менее, происходит во свидетельство силы Евангелия. Итак, проповедь Евангелия, преображение жизни и преображение общества. Ну что ж, на этом мы завершаем наш первый раздел, вводный, и переходим к следующему разделу, который называется «Библейские основы для служения по основанию церквей». Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok